по случаю обновления 21 мигом видео одно уже про него есть про запуск его известно так как моделька обновилась с я в принципе даже особо не мудрство указ летаем наверное по тому же самому маршруту обновили ее весьма неплохо самое главное обновили летные характеристики вот так скажем не знаю уж обновляли не обновляли текстуры и в общем-то и в прошлый раз претензий никаких абсолютно не было самое главное приятно и наговоря что автор и и продолжает на ней работать тут сюда выключу хотя в принципе он грузится понятно в состоянии выключен на внешний вид сразу отличие заметно в том что прорисовали и текстурки то есть теперь здесь просто некие размыленные непонятные таблички здесь теперь все вполне себе нормально читается вот и самая главная модель но в отличие от предыдущего раза вот тут вот кое-что недовыключено стало абсолютно летабельно но первое запускаем дополнительные общем настройки потому почему полетим вместе с модели кстати говоря теперь так по и shift 5 shift 6 есть колыны на тушке для совсем ленивых кто не хочет заморачиваться соответственно как управлять и как летать по ндб маякам ну или по каким-то другим причинам хочет полетать используя колынышку я ее включать не буду у меня есть отдельные видео на канале служебных программ по настройке колыны собственно говорят кому интересно можете посмотреть я буду лишь использовать опять короткий перелет между двумя московскими аэропортами из шереметьево в домодедово кружочек такой маленький вот ну и наверно уносим все будем потихонечку запускаться то есть теперь тут гораздо более информационная панелька у нас с подсветкой в отличие от предыдущего раза также перед тем как продолжить запуск напомню что вот этой вот панелькой который мы вот отсюда вызвали можно настроить соответственно наличие подвесного бака наличие какого-то там вооружение вот я ставлю одни норс в 2 основная панелька которая вызывается что вам тут надо подкладки допустим под колеса наличие пилота так далее так порядок запуска на этот раз но он принципе такой же понятно чё нового тут быть не может но будем использовать тот который предлагают сами авторы модели будем исходить с того что им видней как запускать самолет здесь вот про что я и сказал и продолжим собственно говоря аккумуляторы мы включили дальше армируем подключение генераторов соответственно топливные помпы включаем радио дальше в принципе это на флайтс ну для полноты счастья ладно включим и его хоть в общем то самолет военный по большому счету он может уходить и без навигационных огней так арка мсрп магнитофон теперь вот тут вполне нормально читается что вот этот у нас является то есть гидропривода и сигнал тем надо так генератор переменного тока управление здраво и так и последнее что здесь подключается насосная станция дальше переходим программируем дб маяков для того же самого плана полета ну вот так вот будут выглядеть у нас маяки первое всегда мы можем уже использовать проголосовать систему но пока понятно показывает у нас не очень понятно куда ну не суть в этом дальше можно включать можно включать ответчики вот и система опознавания вместе с ними ну будем считать что у нас мирный перелет поэтому собственно говоря подключим эту систему переходим к запуску так теперь соответственно этот переключатель прошлый раз я про него не акцентировал внимание подача топлива должен быть вот в этом положении то есть подача топлива разрешена запуска и верхнем положении кстати вот насчет этого переключатель тоже было неправильно соответственно на земле в нижнем положении в воздухе в верхнем положении запуск двигателя вот ну и все нажмем кнопку запуска наблюдаем за раскруткой двигателя так ну все двигатель запущен после запуска включаем потребителя триммера автопилота дг вот тут пожалуй все управление системой вооружения как и в прошлый раз я трогать не буду так теперь нюанс которого не было в прошлый раз то есть вот tail landing config у нас стоит а здесь надо чтобы еще триммерами то есть у меня на джойстике триммер гоним его в положении взлет наверх вот он кстати говоря вот отображается зачем то вот здесь порядка 23 вполне нормально 25 поставить я честно говоря не знаю 2,5 градуса возможно это единица но как говорится так ответчик у нас был включен раньше на эту сторону это управление аллеронами автоматически с тут двойной щелчок управление автоматическое конусом конусом так среднее положение закрылок термитизируем термитизируем кабину при этом все должно потухнуть она не тухнет то так закрылки во взлетном внешний пакет брал можно потихонечку выруливать на полосу включая так силу это тут и непонятно прыгание угла атаки угла атаки угла атаки все можно потихонечку сниматься со стояночного тормоза машину не забываем а пить чем он еще хорош то что у него хороший GPS ГРАНКОНТРОЛ 8903 открылок пакет 8903 пакет 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 5 8 9 9 9 10 10 10 12 10 1 10 9 10 11 11 13 13 14 19 20 20 21 22 23 22 Продолжение следует... Так, предварительный, но в любом случае, понятно. Надо бы запрашивать старт, мы не будем, ни у кого. Соответственно, включаем посадочную, выруливаем на полосу. Продолжение следует... Так, включаем обороты. При разгоне где-то до 200 километров в час уменьшаем. Тягу она такая не нужна. Так, 250 поднимаем переднюю стойку. 300 километров в час. Убираем шасси. Вот. На 300 километрах в час убираем закрылки. Курс продолжает у нас расти. Начинаем доворот на первый маршрутный. Пункт наш при этом. Выключаем свет. Можно затримировать самолет. Он, в принципе, очень хорошо триммируется. Я высоко летать не стремлюсь. Продолжение следует... Скажем... Полетик... На этот раз просто... В отличие от предыдущего... Все нормально с триммированием. Все нормально с моделью. То есть можно его вообще затримировать на ноль. Абсолютно спокойно. Таких тут переглюков у нас нет. Можно посильнее разогнать. Суть в этом... Наш взлет с вышки. Как я говорил, уже модель доделали. То есть теперь она соответствует тому, чем надо. То есть 250 километров в час. 300 подъем. Соответственно, на высоте 10-15 метров. Уборка шасси. Соответственно, 350 километров в час. Убираем закрылки. Продолжаем набор. Ну, тут, в принципе, самолет позволяет набирать с разными углами. Это не пассажирский Боинг. В принципе, как кому нравится, я вот убрал форсаж. И начал доворот на первый маршрутный пункт. И НДБ-маяк у нас уже виден. На который, собственно говоря, мне надо довернуть в соответствии с планом полета. Несколько у меня, несмотря на огромный FPS, продергивает. Но это исключительно из-за вот фрэпса. Подходим к первому нашему маяку. У нас кривовато, но пойдет для сельской местности. То есть, вот самолет затримирован. В данном случае он даже... В отличие от предыдущего раза, его можно... Так, чуть-чуть корректировать. Где-то в районе тысячи метров. Я иду над поверхностью, не терапясь. Вот проходим наш маяк. Так, переключаемся на второй маяк. В данном случае он пока не виден. Просто доворачиваем на курс. Вот и понятно. Не забываю удерживать самолет. То есть, порядка 800-900 метров лезть в этом полете не хочу. 500-600 километров в час. Скорость. Удерживать. Что-то он мне его совсем видеть маяк второй не хочет. В принципе, по-моему, он и прошлый раз не сильно хорошо видел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Фактически, как на автопилоте идет. Каких особых корректив не требует. Ориентируюсь на дальний привод. Заходим на этот чуть ниже, чем надо. Снизился. Поэтому. В принципе, где-то на 400-х километрах в час идем. По полосам. Не забываем включить посадочные огни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Перед нами наша полоса. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не знаю с чем это на самом деле Связано В общем то как то так Субтитры сделал DimaTorzok Забираем парковочник Убираем парковочник Убираем парковник Запарковаться по дороге Включаем Текси Убираем Закрылки поход делки пропали уже тут вопрос при пару решил шутить рисовать хватит так Вот где-нибудь у ангара, точнее возле ангара запаркуемся, рядом с 76-м. Так, ставим парковочный тормоз, выключаем схемы запуска двигателей. Можно разгерметизировать кабину, отключить потребители. Зачем-то квикстарт загорелся, вообще-то не просил, переключилось в неон. Да ладно, тоже поход делал галюк. Вот и все, собственно, такой маленький технический полетик. На обновленной версии 21.